Ну, да, значит, речь у нас сейчас идет о том, можно ли улучшить результат адъювантного лечения раннего рака молочной железы у женщин в постменопаузе и биологическое обоснование использования остеомодифицирующих агентов. Ну, мое сообщение перекликается с нашим первым докладом, который делал Федор Владимирович Моисеенко, но у него там было больше экспериментальных данных, а я все-таки концентрируюсь на клинических данных. Но при всем при том, бисфосфонаты, препараты старые, еще 40 лет назад выявили эффект бисфосфонатов при гиперкальциемии и, в принципе, используются при метастазах в костях, злокачественных опухолей, при гиперкальциемии, остеопорозе и костной болезни Пиджета. Вот здесь представлено, обведено красным, это азотсодержащие. Первые были несодержащие азот, а затем появились азотсодержащие, и самый последний из них, заледроновая кислота, самый активный препарат, который содержит два атома азота. Вот здесь как раз механизм показан и бисфосфонатов, они как раз непосредственно на остеокласты оказывают действие, то, о чем сейчас говорила Татьяна Владимировна, а здесь показан механизм действия ран-клиганда, таргетного препарата, который активизирует остеокласты. И запускается процесс с костной резорбцией, и есть натуральный агент, это остеопротагерин, который связывает их, и так идет регуляция этого процесса. Но бисфосфонаты сначала проникают в костную ткань, взаимодействуют с кристаллами гидроксиапатита, они собираются в зонах костной резорбции, где их много накапливается и включаются, захватываются остеокластами, и во множество процессов, происходящих, они включаются. Вот сегодня уже про меволоновый путь биосинтеза холестерина стероидов говорил Федор Владимирович. Там происходит такая ситуация, когда бисфосфонаты подавляют основной энзим, который в этом пути работает, это форнизилперофосфат синтетаза. В результате вот этого подавления основного энзима, основного фермента, происходит накопление изопентилдифосфата, и дальше процесс нарушается, поскольку блокируется основной фермент, и не образовываются очень важные форнизиловые и гераниловые малые сигнальные белки. Когда происходит индукция изопентилдифосфата, образуется одновременно аналог внутри остеокластов, цитотоксичный аналог аденозинтрифосфата, и это ведет к апоптозу остеокластов, и одновременно идет активация иммунного контроля опухоли. Тут как раз я говорю о том, что идет апоптоз остеокластов, происходит активация иммунного надзора, и вот эти форнизиловые и гераниловые малые сигнальные белки, они как раз отвечают за выживание и функционирование остеокластов. То есть вот этот процесс играет очень важную роль. Диссиминированные опухолевые клетки, о которых сегодня уже тоже говорили, но все знают, что кости являются излюбленным местом метастазирования рака молочной железы. До 75% пациенток имеют метастазы в кости. А при раннем раке как раз где-то у 30-40, вот при раннем раке после радикальной операции исследовался костный мозг, причем это уже давно установлено, в нем все-таки обнаруживаются микрометастазы, то есть вот эти диссиминированные опухолевые клетки, они туда проникают. И со временем эти клетки могут давать метастазы, а могут и не реализовать свой вот этот потенциал. Это очень важные моменты. То есть эти клетки, диссиминированные они, заселяют так называемые преметастатические ниши. Существует теория преметастатических ниш, которых много на самом деле в костном и костно-мозговом микроокружении. Почему? Потому что там очень благоприятная среда, то есть это самая благоприятная среда, вот костно-мозговое микроокружение, для развития опухолевых клеток. Там идет взаимодействие между этими клетками, между остеобластами, остеокластами, между стволовыми гемопоэтическими и эндотелиальными клетками. И все эти процессы, во время которых выделяется много биологически активных веществ, они поддерживают выживание и пролиферацию опухолевых клеток. Вот в этих как раз нишах. И предполагается, что в костном мозге под действием вот этих всех активных веществ, эти биологических, могут эти клетки активизироваться и вести к образованию метастазов. Таким образом, вот если обнаруживаются в костном мозге клетки, диссеминированные при раннем раке, это уже говорит о том, что крайне высок риск рецидива. А бисфосфонаты, они, в общем-то, блокируют остеолиз, предотвращают пролиферацию и выживание этих клеток. И вот в ряде рандомизированных исследований, в частности клинических, о которых мы дальше будем говорить, было показано удлинение периода без проявлений болезни на фоне приема бисфосфонатов. Таким образом, вот бисфосфонаты здесь на этой картинке хорошо показаны, и об этом сегодня уже говорили. Они обладают противоопухолевым действием как прямым, это вот нарушение инвазии, адгезии, это индукция апоптоза остеокластов и опухолевых клеток, это подавление костной резорбции и синергизм с противоопухолевыми препаратами, в частности цитотоксического действия. И есть в основном два эффекта, это уже опосредованное влияние, это влияние на ангиогенез и стимуляция иммунного ответа. Активация Т-лимфоцитов происходит, и оказывается влияние, стимулирующее на иммунный ответ. Здесь представлены исследования, которые показывают клинически уже, что действительно синергизм, это может или аддитивный эффект, складываются эффекты бисфосфонатов и цитостатиков, это может быть синергический эффект. Исследований этих было много, как вы видите, которые продемонстрировали. В общем, это как прямое воздействие, так сказать, совместно с цитостатиками усиление противоопухолевого эффекта происходит. Ну вот что же у нас при раннем раке молочной железы? Вот первое исследование в Австрии проводимое, вы уже много все о нем слышали, ABCSG12, которым, в общем-то, сравнивались тамоксифен с анастрозолом в одиеванте, и плюс, значит, или добавлялась алидроновая кислота, или она не добавлялась. Женщины здесь, 1803 больных, были в преми на паузе, эстроген-рецепторы, естественно, позитивные, с менее чем 10 пораженными, допустим, лимфоузлами, и допускалась неодиевантная химиотерапия, длительность лечения 3 года. Значит, все больные получали газорелин, все больные, и вот эти 4 группы, они здесь показаны. И вы видите, что разница-то в эффективности вот в данном исследовании, а анастрозол и томоксифен не показали. Не показали. Однако выявлена разница в ДФС, так сказать, период без проявлений болезни, причем разница эта достоверная статистически, вы видите показатели P. И было показано при медиане наблюдения 47,8 месяца, что золидронат снизил риск прогрессирования рака молочной железы на 36%. Значит, следующий анализ проводился через 84 месяца, и вы видите левая кривая. Это, опять же, лучшие результаты достоверно лучшие в группе с золидроновой кислотой, а правая кривая – это общая выживаемость, уже показано. Здесь также лучшие результаты в группе с золидроновой кислотой. И вот финальный анализ был проведен через 94,4 месяца, и было выявлено, что снижается риск прогрессирования в группе, которая получала золидронат на 3,4%. Разница достоверная. Но риск смерти здесь достоверной разницы не получился, но он все-таки имел место на 2,2%. И золидронат вводился 4 миллиграмма один раз в 6 месяцев, плюс адъювантная терапия, плюс золадекс, увеличивают эффективность адъювантной гормонотерапии, и эффект этот может продолжаться длительное время. Проводилось еще ряд исследований в разных регионах земного шара Замета, Фемара, вот эти исследования, ФАСТ. Дизайн-то был одинаковый, но вот в разных регионах, поэтому названия разные. Здесь уже были больные в постменопаузе, более 2000 пациенток с первой и третьей А стадии. Естественно, рецепторы эстрогена и прогестерона позитивные. Также учитывался показатель минеральной плотности костной ткани. И здесь литрозол оценивался с золидроновой кислотой, которая назначалась одновременно, так сказать, апфронт, или было отсроченное назначение золидроновой кислоты, вторая группа, когда возникали уже какие-то неприятности, связанные с минеральной плотностью, там переломы, и тогда только начиналось применение золидроновой кислоты. Вот здесь вы видите, показано снижение частоты рецидивов при назначении золидроната одновременно, то есть апфронт. Через 12 месяцев, слева на графике показано, в группе золидроновой кислоты насколько меньше рецидивов, через 24 месяца показано, нарастает этот эффект, а здесь показано через 36 месяцев, и вот желтеньким, это уже отдаленные метастазы, вы видите разницу в группе золидроновой кислоты при непосредственном, то есть существенно их меньше, когда она сразу назначалась, с началом гормонтерапии, и другая подгруппа, где назначалась позже. Разница, так сказать, налицо. И вот здесь уже показана безрецидивная выживаемость через 36 месяцев, значит, достоверна разница, лучше там, где золидроновая назначалась одновременно, то есть вот это исследование, оно показало раннее начало лечения, золидронатом снизило риск рецидива на 41%. Значит, вот было исследование без фосфонатов и связано с уже сменопаузальным статусом, так называемое исследование Азуре, значит, больные получали стандартную терапию или стандартную терапию с золидроновой кислотой, но вводилась она не так, как во всех, там 4 миллиграмма раз в полгода, а здесь первые 6 месяцев вводилась раз в 3-4 недели золидроновая кислота, следующие 2 года раз в 3 месяца, и затем следующие 2,5 года вводилась она 1 раз в 6 месяцев. И в принципе здесь достоверной разницы между группами не было выявлено, но когда начали анализировать уже менопаузальный статус, то выявили, что все-таки у больных, которые находятся в менопаузе, левый график, вы видите, выявлено явное улучшение именно на фоне использования золидроновой кислоты у женщин в постменопаузе, чего не видели у больных в пременопаузе или переменопаузе. Вот здесь как раз очень хорошо показано, вы видите, у больных постменопаузальных, причем не менее 5 лет уже у них постменопауза больные, то есть более старшие возрастной группы и с хорошей именно паузой, существенная разница здесь явно совершенно продемонстрирована. Но когда проводилось исследование Азуре, была еще и группа больных, такой поисковый анализ проводился, так сказать, неодювантия. У больных с местно распространенным процессом оценивался как бы прямой противопухолевый эффект золидроновой кислоты. Химиотерапию получали больные или химиотерапию с золидроновой кислотой. И вы видите, что уменьшение резидуальной опухоли было на 33% больше в группе, которые получали химиотерапию с золидроновой кислотой. И шанс достижения полного патоморфологического регресса, вот здесь показано, на 88% был выше, опять же, в группе с золидроновой кислоты. И это было как в молочной железе, как в первичной опухоли, так и в лимфоузлах подмышечных. И в 2013 году на конференции в Сан-Антонио представлены были впервые данные большого метаанализа. Сегодня его уже доктор Моисеенко упоминал. Мета-анализ по использованию эффективности адювантной терапии раннего рака молочной железы на фоне использования бисфосфонатов. Более 22 тысяч больных. Этот мета-анализ показал четко совершенно, что эффективность зависит от возраста. Здесь вот вы видите, существенно лучше данные у получавших бисфосфонаты больных более пожилого возраста. И опять же отменопаузы. То есть более выраженный эффект от лечения был у больных, которые в постменопаузе находились по сравнению с пре- и переменопаузой. Вот эти данные были показаны в этом мета-анализе. Причем, как авторы сказали, пишут, что не зависело ни от бисфосфонатов. Там раньше были исследования более старые, различные бисфосфонаты оценивались, различные пути введения, но это все не влияло. Общий итог четко совершенно вот эти данные подчеркнул. Кроме того, статистически значимые различия были в пользу бисфосфонатов по развитию отдаленных метастазов, разница достоверная, по развитию метастазов в кости и летальность от рака молочной железы в группе бисфосфонатов была ниже на 1,8%. Здесь, к сожалению, вот эти плохо видно, но тем не менее больных в постменопаузе нет, и разница эта четко совершенно здесь показана. Снижение смертности от рака молочной железы, конкретно от рака молочной железы при применении в адюванте наравне с адювантной терапией бисфосфонатов, она была показана на 3,3%. Вы видите вот справа график, здесь видно, как кривые расходятся. И было показано, что это как раз происходит в постменопаузе, чего мы не наблюдаем у больных в пременопаузе. Ну и если сравнить, допустим, эффективность, то есть бисфосфоната они явно прибавляют позитивный эффект при проведении адювантного лечения у больных в постменопаузе. Если сравнить гормоны, допустим, здесь сейчас показано, что ингибиторы ароматазы улучшают, так сказать, результаты на 2,1% по сравнению с томоксифеном. И когда это было выявлено, это считается, это, в общем-то, хороший результат. И, собственно, в начале нулевых годов было показано, что ингибиторы ароматазы дают лучшие результаты, и их стали активнее внедрять как раз проведение терапии у женщин в постменопаузе, потому что разница существенная. А вот бисфосфонаты они гораздо больше дают эффект. Ну, 3,3% против 2,1%. То есть совершенно четко это показано. И вот если говорить о Деносумабе, ABC-SG18, вот это проспективное двойное слепое исследование третьей фазы. Здесь показан дизайн. Вы видите Деносумаб, 60 мг подкожно каждые 6 месяцев. Ну, то, о чем сегодня уже говорила Светлана Владимировна. Или плацебо. Значит, больных 3 с лишним тысячи. Значит, помимо основных задач, связанных с переломом и так далее, были дополнительные конечные точки. Это выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость оценивались. И вот здесь в группе Деносумаба при медиане наблюдения 4 года прогрессирование заболевания было выявлено. Значит, в принципе, вот, вернее, всего у 370 больных. Из группы плацебо 203 больных, а из группы Деносумаба 167 больных. Это было уже оценивано. Значит, если оценивать выживаемость без признаков заболевания, интенту тридцемент, то есть по намерению лечить, вы видите, здесь достоверной, правда, разницы нет, но, тем не менее, разница в группе Деносумаба 83,5%, в группе без него 84,1%. Снижение риска прогрессирования на 18% в группе Деносумаба. Значит, здесь вот тоже анализ уже чувствительности к препарату, выживаемость опять без прогрессирования. Вы видите, здесь достоверная разница. Уже в группе Деносумаба 84,3%, в группе без него 80,3%. Кривые расходятся совершенно четко. То есть выявлено преимущество комбинации с Деносумабом по ДФС после трех лет наблюдения это 1,2%, после пяти лет наблюдения 2,1% и после семи лет наблюдения 3,1%. То есть этот эффект, он со временем нарастает. Особенно выраженная, так сказать, польза у больных повышенного риска, ну вот в частности, связанного с размерами первичной опухоли. Здесь вы видите, четко совершенно показано. Причем разница эта достоверна. У больных с размерами опухоли более 2 см. Разница в группе Деносумаба, она результат лучше, чем в группе, где его не было. И вот эти проценты, они говорят сами за себя. То есть снижение риска здесь, прогрессирование в этой группе повышенного риска. 34% в группе Деносумаба. И вот если анализ проводился в зависимости от уровня экспрессии гормональных рецепторов, значит, и было установлено, что преимущество более выражено у пациенток с высоким уровнем экспрессии рецепторов. Чем выше экспрессируются рецепторы гормональные у женщины, тем лучше результаты проводимого лечения. Но это, естественно, исследование было начато существенно позже. И у нас, конечно, данных по общей выживаемости нет. В принципе, эти данные планируются в 2019 году. Планируют нам представить. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы можем сказать, что вот Деносумаб в режиме 60 мг подкожно один раз в 6 месяцев, он улучшает выживаемость без признаков заболевания по сравнению с плацебо. У постменопаузальных женщин с гормонопозитивным ранним раком молочной железы, которые получают терапию ингибиторами ароматазы. Но вопрос, почему остеомодифицирующие агенты и бисфосфонаты, и Деносума показывают позитивное воздействие при раннем раке молочной железы только у женщин в постменопаузе. Сегодня, в общем-то, окончательного ответа четкого на этот вопрос нет. Хотя, в общем-то, его задают себе уже достаточно давно, когда этот феномен был выявлен. Но есть предположение, что, с одной стороны, здесь первую скрипку играет дефицит эстрогенов. Он снижает костную плотность, повышает активность остеокластов, которые могут взаимодействовать с бисфосфонатами на уровне и раковых клеток. И очень важно, что бедные эстрогенами костное микроокружение, костно-мозговое окружение оказывается уже не такой благоприятной средой, с нормальным уровнем эстрогенов для диссеминированных опухолевых клеток. Высокий уровень эстрогенов промотирует выживаемость, экспансию этих клеток. Эстрогены являются активными активаторами дремлющих остеобластов и способствуют выживанию различных стволовых клеток. Когда эстрогенов становится мало, что называются эти все активные вещества, которые выделяются в этом микроокружении, играющем очень важную роль, снижается уровень всех этих активирующих веществ. И считается, что эти остеомодифицирующие агенты при низком уровне, ингибируя костную резорцию, могут нарушать формирование преметастатических ниш, где могут собираться опухолевые клетки, где они могут пролиферировать, давать метастазы, которые затем распространяются по организму. То есть вот эта среда, она определяет очень многое. А как я уже говорила, костно-мозговое микроокружение это идеальная и, наверное, лучшая в организме среда для развития опухолевых клеток и дальнейшего их распространения по организму. Ну, собственно, вот то, что я вам хотела сказать. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.